Наступила долгожданная зима со снегом и с ощутимым морозцем. Но самое главное, уже можно возводить традиционную ледяную горку у кинотеатра «Искра». На зимний период это одно из любимейших мест в развлечении детворы. Катание с ледяной горки – истинно русская забава. На Руси они всегда возводились к Рождеству и сохранялись до Масленицы. В праздничные гуляния с горы катались все, и млад и стар. Как возводится наша ледяная горка, когда и где будут установлены в городе новогодние ёлки, вам расскажет наш корреспондент Людмила Медведева. Художники творческой и мастерской подольской компании «Арт-Лёд» последними штрихами заканчивают работы по возведению новогодней ледяной композиции. А горку уже вовсю осваивает детвора. Ксюша – средняя многодетная семья Брюхановых. В эту зиму мы пришли первый раз кататься с горки. А Григорий ещё слишком маленький. На следующий год вот и он тоже попробует скатиться с горки. В городе строить ледяную горку у кинотеатра «Искра» стало хорошей, доброй традицией. Мы переехали недавно, наверное, полгода где-то из Тамбола. Городок ваш очень понравился, тихий, спокойный. Мы всем довольны. Очень много здесь детей. Ледяная горка радует не только малышей, но и ребят постарше. Денис, Сергей и Костя – учащиеся третьей школы. После уроков сразу прибежали опробовать зимнее развлечение. Нравится очень. Всем классно сюда ходили. Ребята, эту горку нам строят своим трудом. Давайте её будем беречь, не ломать. А то люди стараются строить, а мы всё это ломаем. Да, к сожалению, бывает и такое, когда ледяное украшение страдает от вандалов. Но бывает, что и погода преподносит злую шутку. Учли опыт прошлых лет, когда, помните, горка у нас растаяла до Нового года. Поэтому определили параметры вот этой конструкции толщиной не менее 20 сантиметров. Учли пожелание устроить лестницы деревянные, для того, чтобы дети могли подниматься к местам своего катания. Совсем скоро радости детворе доставит и красочная новогодняя ёлка. У нас принято решение еле установить уже к 10 декабря. Это и праздничная иллюминация, это и ёлочные базары, это и продажи пиротехники. И, соответственно, места установки ёлок, а вы знаете, они у нас традиционно в трёх парках устанавливаются. Мы переговорили со многими предпринимателями. Сегодня мы уже видим, что ёлки появляются и в шестом микрорайоне появилось, и у ресторана виднов. Поэтому я думаю, что ёлок в этом году будет не менее 20-25 по городу. Новый год совсем скоро. Мы уже с нетерпением ждём праздничной иллюминации сверкающих новогодних елей. Ну а ледяная горка, хочется верить, будет радовать видновчан всю зиму. Людмила Медведева и я, Дамия Наталья Буслаева, Видное ТВ.